Приветствую вас, я полагаю, что в целом, в целом, и парень может быть разным, да, парни могут быть разными, люди могут быть разными, и любовь, то бишь чувства могут быть тоже разными, вполне, да, ну, просто потому что чувства по-разному людьми испытываются, вот. И образ, образ жизни человека тоже может быть вполне разным, в том смысле, что по-разному, по-разному может быть, да, вот. То есть, ну, люди могут, парад могут им, скажем так, инкриминировать, да, в свою жизнь, любовь и проявление любви, вот. Значит, ну, своей, своей, своей любви я имею в виду, конечно же. То есть, тут, на самом деле, очень много есть нюансов, очень много есть нюансов, на мой взгляд, которые, на мой взгляд, по моему мнению, необходимо, ну, изучить, да, необходимо исследовать. Потому что, то, что, ну, то, о чем вы говорите, то, о чем вы говорите, это все-таки больше такое вот ваше, наверное, наверное, субъективное представление о том, что приемлемо для вас, да, а что для вас неприемлемо. И ориентироваться на мой взгляд, вам можно вот на эти аспекты, то есть на то, на то, именно, что приемлемо для вас, что вас устраивает, вот, а что нет. И если вам не нравится то, как человек себя ведет, если вам не нравится то, как человек к вам относится, если вам не нравится то, как человек, там, ну, допустим, себя позиционирует, вот, если вам это не нравится, то, в таком случае, я думаю, что не имеет смысла, не имеет смысла выяснять, любит ли вас мужчина или нет. Скорее важно добавить себе вопрос, подходит ли, ну, подходит ли мне такая, ну, такая позиция, да, подходит ли мне такой вид отношений, да, вот. Вот. Потому что, если нет, если не подходит, то вам этого, скорее всего, не изменить. С другой стороны, с другой стороны, человек может вести себя подобным образом просто потому, что... просто по той вот причине, что вас, он, человек, не в полной мере, ну, не в полной мере ценит, скажем так. И в этом случае, если человек вас не в полной мере ценит, если вы на нем, например, чересчур, чрезмерно цикличес, а в этом случае имеет смысл вам уже поработать над именно своей такой... независимостью, если угодно, от него. А для чего, опять же, да, для чего? Чтобы быть более независимой, чтобы быть более самостоятельной, чтобы не нуждаться в человеке, вот. И, соответственно, выстраивать такие более свободные отношения, которые не будут приводить к такого рода последствиям вашим, я имею в виду, вашим сомнениям в себе. С другой стороны, у вас может иметь место быть страх, у вас может иметь место быть страх. У вас могут иметь место быть некие такие тревозящие вас, условно говоря, аспекты, вот. И с ними, с этими аспектами, а я думаю, имело бы смысл поработать. Вот. При условии, конечно, ну, при условии, что вам это, ну, действительно интересно, да, и при условии, что вы хотели бы этим, ну, хотели бы этим заниматься. Вот. То есть хотели бы это исследовать, хотели бы это изучить. Вот. Такой вот, такой вот момент. И здесь очень многое уже зависит, наверное, от вас. Вот. Здесь многое зависит от того, как вы это все воспринимаете. Здесь очень многое зависит от того, как вы к самоидам относитесь. Вот. Но, опять же, если вам, если вас это не устраивает, то вы можете просто молодому человеку об этом заявить, сказать и все. Как бы. Вот. Потому что, объективно, если вам кажется, если вам кажется, именно кажется, что мужчина вас не ценит, если вам, если вас не устраивает, то как он себя ждет с вами. Вот. То... Терпеть... Это... Терпеть. Минуть. Вот именно терпеть. Потому что... Терпеть. Вы абсолютно ничего хорошего... А... Себе. Не отдадите. Вот. От слова... От слова... Совсем. Понимаете? какая штука. Вот. Я думаю, что так. То есть, тут, ну, вот, на мой взгляд, тут надо бы, конечно, преследовать. Тут надо, конечно, преследовать ваши отношения в целом там, чтобы понять, какие они, да? Вот. Тут надо преследовать, как вы стали вместе. Ну, то есть, вот, что вас объединяет. Например. Да? Ну, вот, сейчас, на данный момент. Вот. Что вас общего? И вот, сагрет, ну, уже после этого, я думаю, можно будет ответить на вопрос о том, подходит ли вам отношение такого типа или нет. Вот. Я думаю, я думаю, что именно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Так вы просто достаточно мало информации о себе предоставили. Но, в целом, ситуация, которую вы описываете, да, вполне возможно. То есть, эм, вполне возможно. Такая ситуация при, эм, которой мало было чего, мало было и, эм, человек, эм, любя вас, да, да, э, может вам не писать, не писать, не писать, не писать, не писать. Ничего. Вот. Это, в данном случае, нормально. Вот. Ну, он, понятно, что он будет вас успокаивать и говорить, что все хорошо, ну, вот, и так далее. Ну, это все достаточно, ну, это все достаточно поверхностно, я бы сказал. Ну, вот. Потому что, потому что, мужчины все-таки судят по действиям, да, а не по словам. Вот. А, ваш, 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 э, мужчина, он действует, вот, исключительно. Словам. Пока что. Не менее важным моментом является и то, что вы не написали, эм, задевает ли вас, эм, как-то, ну, вот, то, как он себя ведет. То есть, если, там, допустим, задевает, да, то, эм, как задевает вас это? То есть, чувствуете ли вы себя брошенное, чувствуете ли вы себя ненужное, есть ли у вас подозрения, что он вас использует и так далее. То есть, вся вот эта вот, эм, болезненность, которая у вас имеет, эм, место быть, да, она, эм, эта болезненность, нуждается в эм, коррекции. Эм, ну, нуждается в эм, корректи, корректировании. Понимаете? Какая, какая штука. Вот. Поэтому я думаю, что, вот, эм, с такой точки зрения, эм, я бы всё на это смотрел бы. Вот. И исходил бы, соответственно, из этого. Опять, опять, не совсем понятно, а любите ли вы молодого человека сами? Какие чувства у вас к нему? И, эм, эм, чего вы хотите, чего вы хотите для него? А, чего вы хотите для, допустим, себя в отношениях с ним? Это всё очень, тоже, эм, важно, эм, понять. Вот. Поэтому, я думаю, эм, примерно так можно ответить вам на вопросы, которые вы задаёте. Вот. Я надеюсь, что это было полезно, эм, если у вас остались дополнительные вопросы, эм, пишите в личку любому из специалистов, мы будем рады помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.